Малекум. Если помните, у меня на канале есть видео, где я стрелял тестил 12 калибр и 410. Стреляли по такому стенду. В тот раз были ДСПшки, сейчас ламинат 8 мм. Там достаточно есть, я поставил. И там пошел в спор то, что с 410 я стрелял пулей шар, а с 12 пулей люман. То есть они одинаковые были. Сейчас решил заново провести этот тест. Сайга 12 здесь 420 мм ствол и сайга 410 330 мм ствол. Будем считать, что примерно одинаковые длина ствола. В обоих случаях будут пулей шар. Здесь подкалиберный 30 граммов, 31 грамм. Здесь калиберный обычно пуля шар 6,5 граммов. Оба на порохе, снаряженные патроны. Делаем по одному выстрелу. Специально здесь снял парадокс, потому что в парадоксе по-любому пуля тормозится, чтобы одинаково было. Здесь тоже у нас цилиндр стоит. Так, 410 есть. Теперь 12-й калибр. По звезду закручиваем. Пуля шар на соколе 1, 2 и 1. Так, осмотрим еще. Пойдем осмотрим. Вот 410-й и вот 12-й. Так, смотрим. 12-й пробил все, 410-й тоже пробил все. А вот даже контейнер сюда зашел. Вот такой контейнер. Дальше специально поставил вот эту стопку, чтобы наверняка поймать пули. Как видим, 12-й калибр пошел дальше, пробил и вот это тоже. А сквозь и ударилось вот сюда уже. А 410-й остановился вот здесь. То есть получается 12-й калибр даже по пробиваемости мощнее, чем... То есть 12-й калибр мощнее, чем 410-й. А результат... Все было, в принципе, одинаково. Пуля шар, там и тут порох-сокол такой же. Дистанция такая же. Все. Вот смотри. 12-й, 410-й. То есть в прошлом видео у нас 410-й больше пробил, а здесь из-за того, что пули одинаковые. То есть шарик, он самый, можно считать, такой бронебойный среди свинцовых. Он дальше прошивает, потому что весит немного и у него форма такая. Не тормозится даже, потому что здесь даже пулю не видно. Вот такие вот дела. То есть 12-й калибр сильнее, чем 410-й калибр. И по энергетике, и по пробиваемости. Вот результат, сами видели. Всем пока. Кому было интересно, подписываемся на канал и ставим лайки.